В минувшее воскресенье медицинские работники отметили свой профессиональный праздник. Около 60 выпускников вузов стали первоклассными врачами в центральной больнице Кенель Черкасского района. Тему продолжат наши корреспонденты. Ребятишки детского сада «Город детства» в Кенеле в первый летний месяц получили подарок, который трудно переоценить – мини-стадион. Теперь здесь каждый найдет себе занятие любимым видом спорта. С подробностями наши кенельские коллеги. Привлечь детей к проблемам окружающей среды. Призван экологический конкурс, традиционно проходящий в Сергиевском районе. В эти дни здесь подвели его итоги. Она всегда помнит о клятве Гиппократа. Права на ошибку нет. Надежда Гритчина уже пять лет работает урологом в Кенеле Черкасской ЦРБ. Также освоила специальность врача ультразвуковой диагностики. Современные методики лечения заболеваний органов мочеполовой системы – просто необходимость. В день доктор принимает по нескольку десятков пациентов. Надежда, еще будучи студенткой Самарского медуниверситета, решила, что работать она будет в Кенеле Черкасском районе. Я ехала сюда и не боялась за свое будущее, что придется изобретать на коленке велосипед. По этой причине работать мне здесь приятно, удобно. И если, так скажем, посыл надо сделать будущим молодым специалистам, которые думают сделать выбор в пользу здравоохранения на селе, могу сказать, что с радостью порекомендую, как более старшей коллегой на данный момент, Кенеле Черкасской ЦРБ, как возможный исток начала профессиональной деятельности врачебной. Ну, я считаю, что за много лет работы мне очень повезло с доктором. Это доктор очень грамотный, энергичный. Все ее уже уважают у нас. Больные очень уважительно относятся к доктору. Не случайным был выбор места работы и у Гузель Мананниковой. Свою врачебную карьеру она начала в Оренбургском городском противотуберкулезном диспансере. Когда узнала, что в Кенчеркасскую ЦРБ требуется афтезиатор, решилась на переезд в село. И вот уже 4 года занимается лечением заболеваний дыхательной системы. Довольна и условиями работы, и зарплатой. Нравится, да. Выбор в больнице был не случайным, потому что за год до моего приезда сюда приехала сестра с мужем. И хорошие отзывы о больнице, о коллективе, о руководителе данного учреждения поспособствовали моему приезду сюда. За 4 года действия программы «Земский доктор» в Кенчеркасский район приехали работать 57 молодых специалистов. В ЦРБ созданы такие условия, при которых им не хочется менять место работы и жительства. Юлия Винжега, Антон Горбунов, 51 канал из Кенчеркас. Педагогический коллектив детского сада «Город детства» не перестает приятно удивлять. Здесь состоялось торжественное открытие полноценного современного мини-стадиона. Со дня основания дошкольного образовательного учреждения сложилась хорошая традиция совместного сотрудничества. «Город детства» был построен в рамках частного государственного партнерства. И сейчас детскому саду есть куда расти. В образовательном учреждении созданы все условия для развития детей, не только духовного, но и физического. Свои спортивные способности ребята с удовольствием демонстрировали гостям праздника. В городском округе Кенель спорт стоит на особом месте. Начинания юных спортсменов всегда находят поддержку. Проект мини-стадиона воплощался целый год и далеко не единственный. Совместно с родителями и спонсорами педагогический коллектив выполняет важнейшую задачу по охране жизни и укреплению здоровья подрастающего поколения. А что может быть лучше утренней зарядки и игр на свежем воздухе? Сейчас уже наш инструктор по физкультуре утреннюю гимнастику проводит только здесь, на открытом воздухе. И соответственно все мероприятия также физкультурные, оздоровительные, соревновательные. Проводим соревнования и в будущем мы планируем приглашать к себе детей из близлежащих детских садов для совместных занятий, для соревнований. Мы уже два года проводим зимние олимпийские игры. Вот теперь у нас есть возможность проводить элитные олимпийские игры. Существует у детского сада еще одна особенность. Здесь не боятся внедрить что-то новое. И об этом знают далеко за пределами муниципалитета. Для всестороннего развития детей ежегодно на территории образовательного учреждения появляются тематические площадки. Дошколята активно их осваивают. В этом смогли убедиться все присутствующие на празднике. Несомненно, спортобъект поможет вырастить олимпийских чемпионов. Мария Леонидова, Николай Лямин, телеканал «Надежда», город Кенель. В Сергеевском районе большое внимание уделяется экологической работе среди детей и молодежи. Здесь разработана профильная программа, которая реализуется муниципалитетом. Одним из мероприятий, ежегодно проходящим в местном краеведческом музее, является традиционный конкурс среди учащихся младших классов и воспитанников детских садов. В эти летние дни он подвел свои итоги. Сохранение природы – одна из важнейших задач человечества. И об этом каждый знает с раннего детства. Конкурс, призванный привлечь внимание детей к проблемам окружающей среды, прошел на территории муниципалитета. Он проводится вот уже девятый год в рамках экологической программы. Участие принимают дети и подростки от 5 до 15 лет. Конкурс призван привлекать внимание детского населения к проблемам окологии. Через проведение этого конкурса мы хотели, чтобы дети поняли, что нужно бедно относиться к нашей природе. На участие было подано 100 заявок в трех номинациях. В качестве темы в этом году были выбраны памятники природы Сергийского района. Награждение победителей состоялось в Сергийском историко-крывеческом музее, где в этот же день прошло торжественное открытие выставки работ участников. Здесь она пробудет в течение месяца. Всего по итогам конкурса было отобрано 15 победителей. Из них 4 в номинации «Рисунок» или «Плакат на экологическую тематику», 7 в номинации «Поделки из природного материала, картона и бумаги» и 2 в номинации «Литературное творчество». Нас вообще учительница подтолкнула на это. Ну и мы решили поучаствовать. О чем твое стихотворение? О том, как надо беречь природу. Красоту района нужно сохранять и умножать. А для этого природу надо строго охранять. Помни правила земли, а не знаешь – заучи. Не топчи, не рви, не жги. Что имеешь – береги. Я делаю яблоту стоят, которая пашет поле. Поля, Поля. Понравилось участвовать или нет? Понравилось. Ребята, занявшие первое, второе и третье место, были награждены денежными премиями. Благодарственными письмами за активное участие в конкурсе были отмечены дошкольные учреждения, среди которых детские сады поселка Суходол, Церемок, Золотой ключик, Сказка и Аленушка, детский сад Петушок поселка Сургут и детский сад Ветерок поселка Серновоск. Валентина Поликарпова, Антон Иванов, телекомпания «Радуга-3», Сергийский район. Пастырь истины – так называли христиане праведного Иоанна Кронштадтского. Простой приходский священник взял на себя подвиг исповедника Христова, который заключался в полном самоотречении во имя спасения людей. В памяти святому отцу в городском храме Жигулевска в честь праведного Иоанна Кронштадтского прошла литургия. В большом духовном празднике приняли участие верующие от мала до велика. В этот праздничный день в церкви собралось много верующих, а также прихожан храма, чтобы почтить память святого. В это время еще продолжается Петров пост, поэтому богослужение было особенно светлым и радостным. Святой праведный Иоанн Кронштадтский был дивным угодником Божиим, молитвенником и сыном нашей Святой Руси, сыном нашего Отечества. И он особо почитается у нас, у русских людей. Особо почему почитается? Потому что он плоть и кость и дух взят от нашего русского человека. И здесь, так как он является молитвенником, то он является и покровителем всей нашей русской земли, и тем более жигулевской. Почему? В честь него главный храм, вторая кафедра Сызранской епархии именуется кафедральным собором в честь Иоанна Кронштадтского. Иоанн Кронштадтский был величайшим аскетом. В основе его аскетического подвига лежала непрестанная молитва и пост. Его дневник «Моя жизнь во Христе» ярко свидетельствует о борьбе с греховными помыслами, этой невидимой брани, которую заповедуют всем истинным христианам древние великие отцы-подвижники. Все желающие прихожане могли исповедаться и причаститься. После этого таинства во дворе храма состоялся концерт детского православного центра «Жигулевский светоч». Его воспитанники подготовили небольшой подарок в честь праздника – концерт. Православные песни и выступления танцевальных коллективов не оставили никого из присутствующих равнодушными. ПЕСНЯ Все песни были исполнены детьми проникновенно и с душой. Воспитанники объединений декоративно-прикладного творчества приготовили владыке Фоме картину, сделанную своими руками из подручных материалов. Я удивлен. Удивлен той организации и удивлен тем детям, которые сегодня выступили перед нами. Декламация хорошая была. Прекрасное исполнение хора было, детского хора. Не каждый город может этим похвалиться. Большая, огромная и, скажу честно, тяжелая работа. Но она нужна. Она нужна ради нашего будущего. Потому что сегодня дети, а завтра народ. Народ наш русский. Полина Щежина, Наталья Глухова, телеканал ФТВ, Жигулевск. Центр дополнительного образования детей в Отрадном проводит незабываемое уникальное шоу, в которых активно участвуют и дети, и взрослые. Таким ярким праздником красоты, творчества и фантазии стал фестиваль-конкурс «Приглашение в мир моды». 15 коллекций одежды на суд зрителей выставили юные модельеры. Они представили их в виде артистических выступлений на сцене. Изделия ручной работы, вышивка, пирография, необычные фасоны приковывали взгляды зрителей. Ребята представляют коллекции одежды, а также аксессуары, которые представлены здесь, на этой выставке. Образы модели на подиуме продуманы до мелочей. Молодые дизайнеры считают, в человеке должно быть прекрасно все. И одежда в этом списке не исключение. Каждая деталь важна и играет свою, особенную роль. Создавались практически с первого раза. Все получалось. Очень долго клеились стразы. Украшалось все это очень долго. У центральной модели была большая юбка, и приходилось даже месяца два наклеивать стразы. У нас с начала года всегда задумывается эскизная коллекция. У нас есть девочки, которые хорошо рисуют и придумывают модели. Сначала создаются эскизы, подбираются ткани, какая-то фактура, аксессуары. Приглашение в мир моды дает возможность начинающим модельерам повысить мастерство, поделиться опытом с коллегами. Ну а самое главное, это мероприятие дарит хорошее настроение всем, кому посчастливилось на несколько часов оказаться в этом удивительном месте. Екатерина Стрюкова, Павел Пресняков, телекомпания «Отрадный». В Сызрани стартовал традиционный турнир «Лето с футбольным мячом». Торжественная церемония открытия началась с приветственных слов к участникам соревнований. У нас очень много занимается детей в городе футболом. Мы постараемся по максимуму охватить за это лето разными соревнованиями по футболу. И мне очень хочется пожелать вам открытой, красивой борьбы. Любите футбол, играйте в футбол, и у вас все получится. Капитанам команд подарили новые футбольные мячи, после чего на стадионе «Кристалл» прошла красочное спортивное шоу-программа. Показательные выступления представила Федерация фитнес-ээробики и хип-хопа, а также недавно образовавшаяся Федерация армейского рукопашного боя. Мы – это город из Российской Федерации, тренируемся, пока другие крут бойцы. Свои показательные выступления представила и новая Федерация многофункционального многоборья. Этот вид спортивной подготовки председатель Федерации бокса Сергей Иванов предложил футболистам включить в комплекс своих тренировок. Городской этап футбольного турнира продлится до конца июня. За путевки в зональный этап соревнований будут бороться около 30 городских команд. Кстати, в турнире участвуют сызранские девочки, играющие в смешанной команде вместе с мальчишками. Они представляют недавно организованную в Сызране секцию женского футбола и играют явно не хуже своих ровесников – представителей сильного пола. Я раньше с мальчишками тренировалась, но узнала девочек, пошла в команду девочек, занимаюсь два месяца. Главное – забивать голы, получить призы, главное – вот это вот все. И еще – помогать команде. Лучшие команды сызранского этапа в зональных соревнованиях встретятся с командами Октябрьска, Жигулевска, а также Сызранского, Шигонского и Ставропольского районов. Максим Попов, Игорь Шиянов, телекомпания КТВ «Луч», город Сызрань.